Привет всем вы на канале пульс земли ежедневный обзор событий и катаклизмов на земле и так события за 2 августа поехали дым от лесных пожаров накрыл якутск город словно в тумане запах гари повсюду спасатели рассылают смс оповещения о неблагоприятных метеоусловиях смог принес северный ветер это дым от пожаров который действует сразу в трех районах региона в таких условиях особенно тяжело приходится тем у кого хроническое заболевание в разы увеличилось количество обращений к медикам из-за плохой видимости затрудняется навигация по реке лена периодически закрывается паромная переправа регулярно прерывается авиасообщение аэропорты якутска и мирного не принимают самолеты не могут летать не только пассажирские суда но и авиация которая задействована в тушении огня накануне дым от лесных пожаров в якутии достиг берегов байкала дым накрывает и другие районы сибири и дальнего востока доходит до аляски возникновению пожаров якутии привели аномальная жара и засуха за все лето осадков практически не было тайга пересохла загорелись болота и торфянник поджигают лес сухие грозы огнем пройдено более миллиона гектаров тайги с огнем борется более двух тысяч человек главный способ борьбы со стихией это создание противопожарных рвов и встречный отжиг В верхнем буринском районе который еще не успел отправиться от последствий самого мощного за историю метеонаблюдения и паводка ждут новое сильное наводнение 2 августа обязали эвакуацию поселка усть-ургал напомним в середине июля мощный паводок прошелся по рекам бурея и ургал под воду ушли поселения ургал и усть-ургал мощные потоки смыли несколько мостов нарушили сообщения паромной переправы которые связывают с внешним миром поселки Софиск и Шахтинский между тем синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в верхнем буреинском районе есть опасность дальнейшего подъема воды 4 и 6 августа до отметок 950 и 1050 сантиметров при отметке неблагоприятного явления 850 и опасного в 1100 В настоящее время возобновился рост уровня воды в реках Бурее, Ниман и Немелин В Верхнебуреинском и других районах края власти и спасатели продолжают круглосуточно следить за обстановкой В состоянии готовности находится группировка сил и средств, в которую входит около 5000 человек и 1500 единиц техники В Закарпатской области во второй половине дня 1 августа пронесся ураган с грозовыми ливнями. Стихия бушевала недолго, но наделала значительной беды. Повалила деревья, оборвала линии электропередач и повредила крыши зданий. В Ужгороде в результате этого пострадал водитель автомобиля. Местные жители поделились в социальных сетях кадрами последствий непогоды. Предварительно во время непогоды в городе упали 7 деревьев. Из них несколько деревьев перекрыли движение по улице. Также в Ужгороде гроза обесточила водозабор Минай, работу которого и водоснабжение быстро восстановили ремонтная бригада горводоканала. Ураганный ветер прошелся и по Львовской области. Во время урагана в парке Львова дерево упало на двух человек. Парень и девушка погибли на месте. На момент падения дерева они сидели на скамейке. На ближайшие дни по Украине прогнозируются ливневые осадки, а также шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны. В Ливане продолжают бушевать масштабные лесные пожары. На данный момент выгорело более 200 гектар сосен и дубов. Временный министр сельского хозяйства Ливана отмечает, что у государства нет денег на пожарные самолеты. Чиновник сказал, что Бейрут рассчитывает на помощь соседних Кипра и Греции, а также соседней раздираемой войной Сирии. Одни из основных очагов пожара бушуют в сосновых лесах в районе Аль-Мрахат в Старом Акре. Из-за невозможности добраться пожарным машинам на место очага пожара используются в тушении вертолет, а также пешие пожарные и волонтеры. Ливан стал свидетелем массовых пожаров в районе Акар на севере страны, где пожарные команды и армейские вертолеты продолжают тушить пожары, не имея возможности полностью контролировать их. На данный момент огонь сдержан на 20%. Пожары распространялись из лесов Кабаят на другие районы Акара и пока не достигли долины Беяка на северо-востоке страны. Некоторые из пожаров достигли сирийских районов, которые граничивают с Ливаном. Италию в четвертый раз за последний месяц накрывает крупнейший град-гигант. На этот раз пострадал город Атсана де Чима. Это произошло благодаря грозовой ячейке, возникшей Венета, которая переместилась в западные Фреули, получив дополнительную энергию и стала супер ячейкой. К сожалению, шторм вызвал сильные ливни с градом, которые затронули различные места в провинции. Град нанес значительный ущерб растительности, а также машинам и домам. Упавшие градины были размером с теннисный мяч, а некоторые экземпляры достигали размеров до восьми сантиметров в диаметре. Серьезный ущерб был нанесен арбузным полям, откуда были сделаны впечатляющие фотографии. Град был настолько большим, что протакал арбузы и полностью их раскалывал. Серьезный ущерб был нанесен крышам навесов и амбаров, которые были побиты градом. В результате буйства стихии жертв и пострадавших не отмечено. Был отмечен колоссальный материальный ущерб. Сильный шторм вызвал сильное наводнение в Салоу, Барселона, Испания. Порывы ветра достигали 23 м в секунду. За час на город выпало 50 литров осадков на 1 квадратный метр. Некоторые улицы превратились в реки, по которым бурным потоком неслась вода. Нескаких водителей стихия застала врасплох, местами образовались пробки. Уровень паводка достигал до 40 сантиметров. Подразделениями Каталонии было получено более 300 сообщений о происшествиях из-за шквального ветра. В связи с этим в службой гражданской защиты был введен временный режим оранжевой погодной опасности. Большинство из поступивших звонков были связаны с информацией об упавших деревьев, которые перекрыли движение транспорта. Большая часть подобных происшествий имела место в окрестностях Тарагоны. Сейчас движение транспорта восстановлено и осуществляется в штатном режиме. В Саудовской Аравии был замечен довольно крупный пылевой смерч. Пока не поступали сообщения есть ли от него повреждение или пострадавший и будем надеяться на то, что он прошел не оставив после себя последствий. Местные жители успели запечатлеть это событие на свои мобильные телефоны и поделиться им в сети интернет. В Джизане прошла сильная пылевая буря. В результате видимость снизилась до нескольких метров. Также пыль и песок покрыли здания и автомобили, проникая в дома сквозь стыки в окнах. Кроме того, песчаная буря спровоцировала и похолодание. Например, в столице Катара Дохи температура резко понизилась до плюс 16 градусов по Цельсию. Снизилась активность гражданской и военной авиации. Буря привела к отмене полетов ВВС Саудовской Аравии. В результате прохождения этой бури на одном из шоссе произошло столкновение 10 автомобилей. К сожалению, не обошлось и без жертв. На данный момент сообщается о гибели 5 человек и еще 6 попали в больницу. Очевидцы сообщают, что видимость местами не превышала и 5 метров. Не успел Китай отойти от проливных дождей, которые принесли масштабные наводнения, как на него обрушился ураганный ветер. 11 человек погибли и около 100 получили ранения в результате сильного ветра, который обрушился на провинцию Хэбэй. Отмечается, что в некоторых районах выпал град диаметром от 1 до 3 см, а порывы ветра достигали 35 метров в секунду. В результате сильного ветра повреждены линии электропередач, дома, здания и автомобили. Срывало крыши с многих зданий. Спасатели ликвидируют последствия после урагана. Ранее был объявлен повышенный уровень тревоги из-за сильного ветра и пылевой бури, которая возможна на ближайшие дни. Это уже третий ураган в Китае с начала этого года. В результате этих ураганов погибло 35 человек и нанесен ущерб инфраструктуре на миллионы долларов. Ужасные сцены пожара в Пескаре, Италия, который выходит из-под контроля и опустошил южную часть города. Благодаря температуре до 39 градусов по Цельсию и сильному ветру горит заповедник соснового леса. Огонь достиг и некоторых домов. Много людей обращаются в больницы с отравлениями от удушающего дыма. Пять человек пострадали в результате лесных пожаров, которые распространились на территории итальянской коммуны Пескара. Отмечается, что более 100 человек были эвакуированы из своих домов на фоне сильнейшего распространения пламени. Пожары в Хвойных лесах продолжаются сразу в нескольких очагах и уже привели к многочасовым задержкам поездов и автомобилей на трассах. В муниципалитете Фариндола из-за пожара было эвакуировано около 30 человек. В муниципалитете Артона пожар проник на территорию города и заставил эвакуироваться несколько сотен человек. Пожары продолжаются также и в ряде других мест. Пожарная служба мобилизировала всех своих сотрудников, но они с трудом справляются с этой нагрузкой. В Турции все еще полыхает несколько лесных пожаров, но более 100 пожаров уже удалось взять под контроль, сообщили официальные лица. Пять пожаров продолжаются в Анталии и Муглы, но 107 других пожаров уже были потушены. Пожары в Анталии полыхали на районах Манавгафт и Гюнгдомус. В Мугле они охватили Марморис. Туристы были эвакуированы в субботу из некоторых отелей в популярном районе Муглы Бодруме, так как пожар распространился вниз по холму в сторону морского побережья. Со среды пожары вспыхнули в 32 провинциях, 6 человек погибли. Тепловая волна на юге Европы, подпитываемая горячим воздухом из Африки, привела к лесным пожарам по всему Садизиноморью, в том числе и в Италии и в Греции. Ожидается, что в понедельник и вторник температура в Греции и близлежащих странах Юго-Восточной Европы во многих городах и поселках поднимется до 42 градусов по Цельсию. Ливень, который обрушился на город Грац в австрийском регионе Штайрмарк, побил рекорд по количеству осадков с 1938 года, затопил улицы и подвалы, а также выкорчевал с корнем множество деревьев. Одна из метеостанций города зафиксировала выпадение 110 литров осадков на один квадратный метр в течение суток. Городские власти призывали жителей не покидать свои дома во время шторма, так как дождевая вода затопила несколько улиц и хлынула в подвалы. Также сообщается о выпадении крупного града, а в других районах города полиции пришлось перекрывать улицы из-за вырванных деревьев с корнем, представляющих опасность для водителей и пешеходов. За одну ночь пожарные службы отреагировали примерно на 60 вызовов, в районе Удендорф около 30 автомобилей оказались затоплены в туннеле, некоторым водителям потребовалась помощь, чтобы выехать. К концу июля по всей Австрии было зарегистрировано более миллиона молний, а это превышает средний показатель для каждого года и означает, что Австрия находится на пути к рекордному количеству молний за одно лето. Вулкан Этна напомнил о себе новой серии извержения, которое длится с 31 июля, он произвел мощное извержение. В 9 часов по Гринвичу выбросы лавы переросли в фонтан, достигавший около 1000 метров над уровнем моря. Извержение произошло из юго-восточного кратера и продолжалось впечатляющим приступом пароксизмального выброса, который стал первым с 20 июля. Страмбольянская активность в кратере продолжалась до полдвенадцатого ночи. Поток лавы двигался по склонам Этны с юго-западной стороны. Следовой код авиации был повышен до красного и снова потом понижен до оранжевого в 5 часов утра. На его пике фонтаны лавы превышали высоту 2000 метров и продолжалось все это буйство около двух часов. Примечательно, что восточное отверстие кратера Нью-Эс-Е снова стало активным во время извержения и это привело ко второму выбросу лавы, но уже к северу. За сутки на земле произошло 406 землетрясений с магнитудой от 2,0 до 5,9. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 8 странах, каких именно вы можете увидеть на своих экранах. Ну и конечно же минутка позитива на канале. Второе по величине водопад Канады называют Северным Ниагарским водопадом. Потоки воды Кракобека с огромным шумом стремительно падают вниз с 40 метровой высоты. Удивительной красоты водопад и не менее красивые окрестности вокруг. Водопад имеет падение 40 метров не спадая в ущелье. Из своего размера и легкости доступа он получил прозвище Северная Ниагара. Скальная поверхность водопада и откос вдоль ущелья состоят в основном из нестабильного сланца и к сожалению размывается. Название водопада Кокобека в переводе с языка индейцев означает «водопад со скалы». Когда-то водопад был мощнее, но в начале прошлого века выше по реке построили электростанцию и часть воды отвели. К сожалению фото и видео не смогут передать всей красоты и мощи этого творения. Это место необходимо посетить и увидеть все своими глазами. Спасибо вам за просмотр выпуска. Спасибо вам за внимание и до завтра.